Всем привет! Хочу рассказать небольшую тут у нас историю из нашей жизни. В общем, мы после Нового года решили поехать где-нибудь отдохнуть. Мы забираем своего внука каждый день из садика, а он у нас в это время отдыхает до 8 сентября. И мы решили на три дня поехать в Бадштебен. Здесь термальные воды. В общем, сняли мы вот этот отель на три ночи. Вот. И с завтраком, но без ужина. И мы каждый день где-то искали тут еду себе на ужин. То там, то там где-то каких-то забегалов как там. А вчера Владик нашел, мы что-то ошиблись, думали это китайский ресторан. Поехали туда поужинать. Приезжаем, а это оказался просто имбис такой, как кафе маленькое. Там не уютно. Ну как, не очень уютно. Не как по-ресторанному. И мы взяли эту всю еду на двоих и решили ее с собой забрать. Ну там два столика всего было. Еще и запах вот этот. Да, нам там вообще не понравилось. Я говорю, ну елки, а искать что-то мы не стали. Решились все взять с собой. У них, наверное, с собой на вынос дешевле получается. Вот мы взяли вот такие блюда. Покажи, Владик. Я себе взяла рис, курица с овощами у меня. А Владик себе взял утку с вермишелью. И еще что-то мы подумали, что это будет нам мало по порции. Взяли вот такие вот блинчики, как завернутые. Или как они, надо сказать, лучше. Ну, можно так сказать. Ролли на ней. Роллы такие. С этим, с фаршем, с мясным. Вот по одной штуке взяли. Да, они 4 евро. В общем, что-то недорого. Вот к ним соусик. Потом взяли китайское пиво вот такое. Нет, это не китайское, это немецкое. Нет. Я думала, раз в китайском, я извиняюсь тогда. Вот, и колу. И вы не поверите, мы за все заплатили всего 27 евро. И подумали, как у нас в номере хорошо. Почему? Что там бы мы сидели вдвоем. Не с кем было особо и там и пообщаться, и на людей посмотреть, себя показать, как говорится. Мы решили это сделать дома, у себя в номере. Вот так накрыли стол. Ну, в общем, сейчас, я думаю, что тут еды у нас достаточно. Съедим ли мы все, Владик? Надеюсь, что съедим с пивком, да с колой все проглотим. Ну, а потом пойдем еще прогуляемся. Здесь вода питьевая. Минеральная. Минеральная. Можно пойти, потом будет попить перед сном. Ну, в общем, мы довольны. Третья ночь у нас сегодня будет, завтра домой. Мы очень довольны, что съездили. И в этот город ездили, где мы вот этот китайский, это 9 километров, 10 почти отсюда. И тоже нам так понравилось. Мы потом в следующий раз, если приедем туда, съездим обязательно прогуляться. Очень красивый город, здания такие красивые. Ну, в общем, как-то вот так. Ну, я думаю, потом зайдем в воду, пойдем пить. Еще там покажем коротенько, да? А там, где мы воду берем, какая минеральная. Роди все там пьют, проходят. Ну, пока все. Можно взять и попить водичку разовую. Ну, до встречи в том зале, где водичка минеральная. Пока, в общем, мы будем ужинать, если получится. Ну, вот мы пришли. Мы хотели минеральной водички попить, а тут закрыто. Пкинули нас водички до 6. Да, только до 18. Ну, ладно, да. Ну, ладно, теперь, да. В следующий раз вам все покажем. Вот такое вот место здесь вот. Елочка стоит еще до сих пор. Не получилось. Там вот здание термальные, бассейны. Это здесь парк. Ну, сейчас. Ну, у нас есть видео про Батштебен. Если кто, кому интересно, может, могут посмотреть. Да, скажи, Владик, еще пару слов про наш ужин. Ах, да. Ужин получился обалденно вкусный. И мы даже с Ниночкой все не съели. Вот эти блинчики с этим, с фаршем остались. У нас уже не хватило сил это доедать. Пиво мы тоже не допили, колу тоже. Все свежее нам приготовилось при нас прямо. Да, было все очень вкусно, конечно. Ну, вот и все. Ну, сейчас мы и закончим на этом. Что же делать? А, еще раз скажу. Видео, по-моему, в июне или в июле мы это были летом. Так что, если кто хочет, может, про этот курорт посмотреть. Здесь фонтаны были. Летом очень красиво. Так что, все, до встречи. Всем всего доброго. Всем пока. Завтра нам домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова